Глава вторая. Выход есть. Мы, члены сообщества анонимные алкоголики, знаем тысячи мужчин и женщин, которые были точно так же безнадежны, как Билл. Почти все они выздоровели. Они решили проблему пьянства. Мы – обыкновенные американцы. Мы представляем собой людей разных районов страны, разных профессий, разного социального и политического статуса и разных вероисповеданий. В обычных условиях мы бы не общались. Теперь же нас связывают чувства дружбы, товарищества и того удивительного взаимопонимания, которое невозможно выразить в словах. Мы ощущаем себя так же, как спасшиеся после кораблекрушения пассажиры огромного лайнера, когда чувства товарищества, радости и равенства как бы наполняют судно от трёмов до капитанской каюты. Но в отличие от пассажиров корабля, наша радость в связи с тем, что нам удалось избежать гибели, не убывает, когда мы расстаёмся и идём по жизни каждой своей дорогой. Чувство, что всем нам грозила одна и та же опасность, является лишь частью того, что цементирует крепость наших уз. Само по себе оно никогда бы не удержало нас вместе и не объединило бы так, как мы сейчас объединены. Огромное значение для каждого из нас имеет тот факт, что мы нашли общий выход для решения наших проблем. У нас есть путь к избавлению, в отношении которого среди нас наблюдается полное согласие и благодаря которому мы можем объединиться, чтобы действовать в гармоничном и братском союзе. Вот радостная весть, которую несёт эта книга страдающим от алкоголизма. Болезнь этого рода, а мы пришли к выводу, что эта болезнь, отражается на людях, окружающих нас, как никакое другое заболевание, свойственное человеку. Если кто-либо заболевает раком, его все жалеют, и никто не сердится и не обижается на него. С алкоголизмом дело обстоит не так, ибо с приходом этого заболевания разрушается всё, ради чего стоит жить. Это распространяется и на всех близких алкоголику людей. Возникает взаимное недопонимание, яростное негодование, нестабильность материального положения. Испытывающие отвращение друзья, начальники, искалеченные жизни невинных детей, нечастные жёны и родители – такой перечень можно продолжать и продолжать. Мы надеемся, что наша книга научит и поддержит тех, кто уже болен или может заболеть этим недугом. И таких много. Высококвалифицированные психиатры, которые занимались нами, обнаружили, что иногда невозможно убедить алкоголика честно обсудить ситуацию, в которой он находится. Как ни странно, жёнам, родителям и близким друзьям обычно ещё меньше, чем психиатрам и врачам удается заставить алкоголика быть откровенным. А вот бывший алкоголик, который встал на путь выздоровления и вооружён знаниями о себе, может, как правило, завоевать полное доверие другого алкоголика за какие-то часы. И пока такое взаимопонимание не достигнуто, не многого можно добиться. Сознание, что у человека, который пытается войти в контакт, были такие же точно трудности, что он чётко представляет себе всё, о чём говорит, и сама его манера поведения, всё это обещает новичку реальные ответы на вопросы. У этого человека нет чувства превосходства перед тобой и нет ни к чего, кроме желания помочь. И при этом не надо платить деньги за совет, преследовать корыстные цели, стараться сделать кому-либо что-то приятное. Не надо заставлять себя терпеливо выслушивать лекции. Это именно те условия, которые дают, по нашему мнению, наибольший эффект. При таком подходе многие перестают испытывать нужду в докторах и излечиваются. Никто из нас не превращает оказание помощи в свою основную профессию и не считает, что наша эффективность возросла бы, если бы мы занимались только этим. Мы считаем, что перестать пить это всего лишь начало. Гораздо более важно то, что нам предстоит продемонстрировать свои принципы в собственном доме, на работе, да и вообще во всех наших делах. Все мы проводим большую часть своего свободного времени, занимаясь деятельностью, которую мы собираемся описать в этой книге. Только некоторым повезло настолько, что они обладают возможностью отдать почти все свое время этой работе. Если мы будем придерживаться выбранного пути, без сомнения мы сможем принести много добра. Но это означало бы лишь поверхностно коснуться проблемы. Нас, людей, живущих в больших городах, не покидает чувство, что сотни людей каждый день оказываются брошенными на произвол судьбы. Многие могли бы избавиться от своего недуга, если бы у них была возможность, которой воспользовались мы. И как нам передать другим, что так щедро было дано нам? Мы решили опубликовать эту книгу анонимно, описав проблему так, как мы видим ее. Наша цель – передать совместный опыт и знания. Таким образом мы сможем предложить действенную программу для любого, кто связан с проблемами алкоголизма. Может возникнуть необходимость обсудить некоторые вопросы медицинского, психологического, психического, социального и религиозного плана. Мы сознаем, что все эти вопросы уже по природе своей спорные. Было бы так приятно написать книгу, в которой не было бы места для всякого рода разногласий или споров. И мы сделаем все возможное, чтобы приблизиться к такому идеалу. Многие из нас понимают, что обладая истинной терпимостью к человеческим недостаткам и уважением к мнению других, мы становимся полезнее для окружающих. Само наше существование, а мы люди в прошлом злоупотреблявшие спиртными напитками, зависит от нашей постоянной заботы о других и от того, в какой степени мы сможем быть им полезны. Возможно, вы уже задали себе вопрос, почему принятие спиртного так серьезно отражается на нашем здоровье. Несомненно, вам очень бы хотелось бы знать, как и почему, в противоположность мнению экспертов о безнадежности нашего состояния, мы выздоровели умом и телом. Если вы алкоголик, который хочет преодолеть алкоголизм, вы, возможно, уже задаете себе вопрос, что мне нужно сделать. Целью этой книги как раз и являются ответы именно на такие вопросы. Мы расскажем вам, что мы сделали, но прежде чем обсудить все детально, было бы неплохо обобщить некоторые моменты так, как мы представляем их себе. Как много раз люди говорили нам, я могу пить, могу не пить, почему же не может он? Почему вы не пьете, как интеллигентный человек, почему не бросите? Этот парень не умеет пить. Почему бы вам не попробовать пиво или вино? Держитесь подальше от крепких напитков. Должно быть у него слабая воля. Если бы он захотел, он бы перестал пить. Она такая славная девушка, мне кажется, он бы мог перестать пить ради нее. Врач сказал ему, что если он начнет пить снова, это убьет его, но он все равно опять под градусом. В наше время таковы распространенные мнения по поводу пьющих, постоянно высказываемые вокруг нас. За всем этим кроется бездна незнания и непонимания. Понятно, что все эти фразы относятся к людям, чье поведение сильно отличается от нашего. Умеренно пьющим, если к тому есть веские причины, не приходится прилагать каких-либо серьезных усилий, чтобы бросить пить. Они сами выбирают, потреблять ли спиртные напитки или бросить пить. Есть и другой тип – те, кто много пьет. У таких людей привычка пить может оказаться настолько сильной, что она постепенно приводит их к физической и умственной деградации. Это, в свою очередь, может привести к преждевременной смерти. Если появятся по-настоящему серьезные причины – плохое здоровье, любовь, смена места жительства или предупреждение врача, такой человек может перестать употреблять спиртное или начать пить умеренно. Хотя ему при этом будет трудно и плохо, и может быть даже понадобится медицинская помощь. Как же обстоит дело с настоящим алкоголиком? Он может начать пить, как умеренно пьющий. Он может стать или не стать одним из тех, кто пьет постоянно и по многу. Но на определенном этапе своей жизни пьяница начинает полностью терять контроль над тем, сколько он выпил, как только дело доходит до спиртного. И вот тут он превращается в человека, который поражает нас полным обсутствием чувства меры. Выпив, он совершает абсурдные, невероятные, трагические поступки. Он воистину человек, у которого два лица. Он редко бывает всего лишь подвыпившим. Он всегда пьян до потери человеческого облика. Когда в большей степени, когда в меньшей. Во время опьянения он так мало похож на себя. Трезвый он может быть прекраснейшим человеком, однако стоит ему всего лишь один день провести завыпивкой, и он часто становится отвратительным и даже опасным для окружающих типов. У него появляется определенный дар напиваться в самый неподходящий момент, особенно когда нужно принять важное решение или выполнить взятые на себя обязательства. Он бывает разумен и уравновешен во всем, но только не по отношению к спиртному. Когда дело касается выпивки, он невероятно нечестен и эгоистичен. Нередко он обладает особыми способностями, мастерством и одаренностью и может рассчитывать на блестящую карьеру. И он пользуется своей одаренностью, чтобы обеспечить семье и самому себе прекрасное будущее. А потом вдруг все разрушает, устраивая серию бессмысленных попоек. Он один из тех, кто ложится спать настолько отравленный алкоголем, что должен оцепаться сутками. А на следующее утро он, как безумный, ищет бутылку, которую задевал куда-то вчера ночью. Если средства позволяют ему, он припрятывает спиртное по всему дому, чтобы никто не отнял у него его запасы и не выбросил их в мусоропровод. Когда положение ухудшается, он начинает употреблять сильные успокоительные лекарства вместе с алкоголем, чтобы успокоить свои нервы и быть в состоянии выйти на работу. Но приходит день, когда он просто не может этого сделать, и он снова напивается. Он обращается к врачу, который дает ему морфий или какую-нибудь другую успокоительную. Он начинает лечиться в больницах и санаториях. Это ни в коей мере не составляет абсолютно точной картины того, что представляет собой алкоголик, так как все ведут себя по-разному, но в общем это описание соответствует истине. Почему он ведет себя так? Если сотни раз он убеждался в том, что эта самая рюмка означает новую катастрофу, сопутствующими ей мучительным состоянием и унижением, почему получается так, что он снова начинает с этой одной рюмки? Почему он не может воздержаться от выпивки? Что стало с тем здравым смыслом и силой воли, которую он все еще иногда обнаруживает по отношению к другим, не связанным с выпивком сторонам жизни? Возможно, на эти вопросы никогда не будет давно полного ответа. Мнение, почему алкоголики ведут себя не так, как нормальные люди, весьма разнообразны. Мы не знаем наверняка, почему алкоголику, достигшему определенной точки, мало что может помочь. Мы не можем решить эту загадку. Мы знаем, что в течение месяцев и лет, пока алкоголик удерживается от выпивки, он ведет себя так же, как и другие люди. Мы также знаем, что как только он вводит алкоголь в свой организм, что-то происходит с ним, с его физическим и психическим состоянием. И он уже никак не может остановиться. Жизненный опыт любого алкоголика содержит множество примеров, подтверждающих это. Эти наблюдения можно было бы считать чисто теоретическими и бессмысленными, если бы первая рюмка не приводила в движение весь ужасный циклический процесс, который переживает алкоголик. Это и заставляет нас думать, что основная причина лежит скорее в уме алкоголика, нежели в теле. Если вы спросите его, почему он напился допином, вероятнее всего он представит вам одну из сотен причин. Иногда эти оправдания могут выглядеть правдоподобно, но ни одно из них в действительности невозможно понять на фоне того вреда, который влечет запой алкоголика. Они напоминают объяснение человека, который бьет по лбу молотком, чтобы не чувствовать головной боли. Если вы обратите внимание алкоголика на ошибочность его доводов, он усмехнется в ответ или станет раздраженным и откажется говорить с вами. Время от времени он может сказать правду. А правда, как ни странно, заключается в том, что он не более чем вы представляет себе, зачем же он выпил первую рюмку. У некоторых пьющих есть доводы, которыми они довольствуются какое-то время. Но в душе они действительно не знают, почему они так поступают. Как только они оказываются во власти этого недуга, они обречены. У них есть еще навязчивая мысль, что как-нибудь, когда-нибудь они выиграют в этой борьбе. Но чаще всего они чувствуют, что уже проиграли. Лишь немногие отдают себе отчет в том, насколько это соответствует действительности. Члены их семьи и друзья смутно осознают, что эти пьяницы ненормальные люди. Но все ждут с надеждой того дня, когда страждущий проснется от литургического сна и проявит силу воли. Истинная трагедия заключается в том, что если человек настоящий алкоголик, этот счастливый день может никогда не наступить. Такой человек перестает владеть собой. В определенный момент у каждого алкоголика наступает состояние, когда даже самое сильное желание прекратить пить становится бесполезным. Такая трагическая ситуация всегда наступает задолго до того, как человек осознает это. Дело в том, что большинство алкоголиков, по причинам пока неизвестным, теряют возможность выбора во всем, что связано с выпивкой. Наша так называемая сила воли практически перестает существовать. В определенное время мы теряем способность восстановить в памяти во всех подробностях то унизительное состояние, которое мы испытывали, и те неприятности, случившиеся всего лишь неделю или месяц тому назад. Мы оказываемся беззащитными перед первой рюмкой. Заведомо известные последствия, которые наступают даже после выпитого бокала пива, не очень-то заставляют нас задуматься, что пора остановиться. И если такие мысли приходят в голову, то они весьма неопределённы и легко вытесняются старой заношенной идеей на том, что на этот раз при выпивке мы будем вести себя так, как другие люди. Такое поведение демонстрирует полный выход из строя тех самых защитных механизмов, благодаря которым мы не дотрагиваемся до горячей плиты. Алкоголик, как всегда, может сказать себе «На этот раз я не обожгусь, надо делать так-то и так-то». Или, возможно, он не думает вовсе. Как часто некоторые из нас вот так начинали пить, не заботясь о последствиях, а после третьей или четвёртой рюмки, ударяя колоком изо всей силы по стойке бара, думали про себя. «Боже мой, как я начал снова!» И тут же эта мысль вытесняется другой. «Да я прекращу после шестой!» Или, «А зачем вообще останавливаться?» Когда такой ход мысли полностью овладевает человеком с тенденциями к алкоголизму, считайте, что он уже определил свою участь. Ему можно помочь, только отправив на принудительное лечение, иначе он может умереть или заболеть неизлечимым психическим расстройством. Эти ужасные голые факты подтверждены судьбами огромного числа алкоголиков за всю историю человечества. И если бы не Божья воля, то можно было бы привести многие тысячи ещё более убедительных примеров. Слишком многие хотят бросить пить и не могут. Выход есть. Почти никому из нас не нравилось заниматься самоанализом, унимать свою гордыню, признавать свои недостатки. Но этого требует процесс духовного совершенствования. И мы видели, что это помогало другим людям, и в то же время уверовали в бесперспективность и тщетность той жизни, которую мы вели. Когда же нам встретились те люди, которые разрешили эту проблему, нам ничего не оставалось, как поднять положенный к нашим ногам такой простой набор духовных средств. Мы открыли для себя мир блаженства, и мы стремительно перенеслись в четвёртое измерение бытия, от которого прежде и не мечтали. Самым главным фактом является не что иное, как появление у нас глубокого и действенного духовного опыта, который коренным образом изменил наше отношение к жизни, к друзьям и ко всему Божьему миру. Самое главное в нашей жизни сегодня – это абсолютная уверенность в том, что Создатель совершенно чудодейственным способом вошёл в наши сердца и жизни. Он сумел совершить для нас то, что мы никогда не смогли бы сделать сами. Если вы такой же закоденелый алкоголик, какими были мы, то мы считаем, что вам нельзя останавливаться на полпути. Мы были в таком состоянии, когда жизнь становилась невыносимой, и коль скоро мы оказались в положении, из которого невозможно выбраться с человеческой помощью, у нас было всего лишь две дороги – либо вбрести к своему печальному концу, пытаясь всевозможными средствами вычеркнуть из сознания невыносимость своего положения, либо принять духовную помощь. И мы пошли по второму пути, потому что мы честно хотели этого и стремились испытать свои возможности. У одного американского бизнесмена были способности – трезвый ум и благородный характер. Годами он кочевал от одного лечебного заведения в другое. Он лечился у лучших американских психиатров. Затем он отправился в Европу к знаменитому врачу – психиатру Юнгу, который прописал ему курс лечения. Хотя жизненный опыт сделал его скептиком, он, завершив этот курс, испытал необычайную уверенность. Его физическое и душевное состояние было заметно лучше обычного. После того он считал, что получил такие глубокие знания о внутренней работе мозга и его скрытых пружинах, что о рецидиве нечего было и думать. Тем не менее, он очень скоро напился. Самое непостижимое заключается в том, что он сам не смог найти в разумительного объяснения своему поведению. В результате он вернулся к своему врачу, которого боготворил и попросил его дать ему самый откровенный ответ на вопрос, почему он не смог вылечиться. Более всего на свете ему хотелось обрести способность управлять собой. Казалось, что он может быть разумным и уравновешенным во всех других делах, но он совершенно не владеет собой, как только сталкивается с алкоголем. Почему так происходит? Он умолял врача сказать ему всю правду, и он услышал ее. По мнению врача, у него не было абсолютно никакой надежды. Он уже никогда не сможет восстановить свое положение в обществе, и ему придется посадить себя под замок или нанять телохранителя, если он хочет долго жить. Таково было мнение знаменитого врача. Сейчас этот пациент все еще здравствует и живет на свободе. Ему не нужны ни телохранитель, ни содержание в заперти. Он может отправиться в любое место на земле и путешествовать так, как путешествуют все свободные люди, не боясь никакой беды, если он будет придерживаться определенной, простой системы взглядов. Некоторые из наших читателей и алкоголиков возможно думают, что они могут обойтись без духовной поддержки. Позвольте рассказать вам остальную часть беседы нашего друга и его врача. Доктор сказал, «Ваше психическое состояние это состояние хронического алкоголика. Я никогда не видел ни одного случая и выздоровление у людей, состояние которых было аналогично вашему. Наш друг почувствовал себя так, будто ворота ада с грохотом захлопнулись за ним. Он спросил врача, «Бывают ли исключения?» «Бывают», – ответил врач. «Исключения в случаях, подобных вашему, известны с давних времен. В разных местах время от времени алкоголики приобретают жизненно важный духовный опыт. Для меня эти случаи – редчайшие явления. Они стоят в одном ряду с сильными эмоциональными потрясениями. Мысли, эмоции, духовные ценности, которые когда-то играли ведущую роль в жизни этих людей, вдруг неожиданно отодвигаются на второй план, и совершенно новые представления, мотивы, поведения начинают давлеть над ними. По правде говоря, я пытался вызвать у вас определенную эмоциональную перестройку. Со многими пациентами методика, которую я применял, была эффективной, но она никогда не давала результатов с алкоголиками вашего типа». Услышав это, наш друг почувствовал некоторое облегчение, так как он считал себя примерным церковным прихожанином. Однако, эта надежда была разрушена, как только врач сказал ему, что несмотря на глубокие религиозные убеждения, в его случае это не означает наличие необходимого жизненно важного духовного опыта. В том-то и была страшная дилемма, представшая перед нашим другом. Когда он оказался в столь необычных обстоятельствах, которые, как мы уже сказали вам, превратили его в свободного человека. Мы, в свою очередь, искали тот же выход с отчаянием утопающего. То, что представлялось вначале хрупкой тростинкой, оказалось любящей сильной Божьей дланью. Новая жизнь была открыта нам, или, если хотите, образец, по которому жить. И он действительно помогает. Крупнейший американский психолог Уильям Джеймс в своей книге «Разнообразие религиозного опыта» отмечает множество путей, по которым люди приходили к принятию Бога. Мы не собираемся убеждать, кого бы то ни было, что существует единственный путь, который открывает человеку веру в Бога. Если то, что мы узнали, почувствовали и увидели, имеет хоть какое-нибудь значение, то оно заключается в том, что независимо от расы, вероисповедания или цвета кожи, все мы – дети существующего Создателя, с которым можно общаться, установив простые и понятные отношения. Если только нам хватит воли и честности, чтобы взяться за это всерьез. Те, кто входят в религиозные общины, не обнаружат здесь ничего опасного для своей веры или ритуалов. Между нами не возникают разногласия такого рода. Мы считаем, что нас не должна интересовать принадлежность каждого отдельного члена нашего сообщества к тем или иным религиозным учреждениям. Это должно быть глубоко личным делом, которое каждый решает сам для себя в соответствии со своими прошлыми привязанностями или сегодняшним выбором. Не все из нас принадлежат к религиозным общинам, но в большинстве своем мы одобряем религиозность других. В следующей главе излагается наше понимание алкоголизма. Затем следует глава, обращенная к агностикам. Многие, считавших себя таковыми, теперь являются членами нашего сообщества. Как ни удивительно, мы полагаем, что их убеждения не являются серьезными препятствиям к приобретению опыта в сфере духовной жизни. Далее даются четкие указания, из которых видно, как нам удалось выздороветь. Разные люди расскажут о своем жизненном опыте. Каждый из них, рассказывая историю своей жизни, своими словами и со своей точки зрения, описывает путь, приведший его к общению с Богом. Это показывает суть нашего братства изнутри и дает четкое представление о том, что в действительности произошло в жизни этих людей. Мы надеемся, что никто не посчитает такие откровенные признания дурным тоном. Мы думаем, что многие мужчины и женщины, страдающие от алкоголизма и нуждающиеся в помощи, прочитают эти страницы. И мы верим, что только полностью раскрывшись и обнажив свои проблемы, мы побудим других сказать, «Да, я такой же, как и они, и я должен приобрести то, чем они обладают». Субтитры создавал DimaTorzok